При этом официальные лица говорят, в этом году новых добавок для украинских пенсионеров не будет. Следующая волна повышения ожидается только в 2019 году. Справедливо ли это? И почему в парламенте застрял специальный закон для военных пенсионеров? Обсудим с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока. Сегодня гость подробности недели. Здравствуйте, Юрий Бойко. Спасибо, что пришли. Итак, чиновники говорят, что свой долг перед пенсионерами они хотя бы частично, но выполнили. Но при этом новая волна повышения будет не раньше, чем через год. У страны действительно нет ресурсов для повышения в этом году? Давайте поймем, что вообще произошло с военными пенсионерами и пенсионерами правоохранительных органов. Есть закон 1992 года, по которому пенсионеры-военнослужащие получают пенсии из пенсионного фонда, который наполняется из бюджета. И есть постановление Кабинета министров, которое регулирует под закон, который регулирует этот порядок. Так вот, не нужен никакой дополнительный закон. Как только по закону повышается зарплата действующим военнослужащим, постановлением Кабинета министров, пятидневный срок должно идти справка в пенсионный фонд, и он обязан пересчитать по действующим документам пенсию военнослужащим по нормативам и догнать, так сказать, зарплату действующих военнослужащих. Что сделало правительство, почему военно-пенсионеры почувствовали себя обиженными, почему они ничего не получили? Потому что правительство подняло зарплату действующим военнослужащим не постановой Кабинета министров, а приказом министра обороны. И вот эту бюрократическую зацепку использовали, чтобы не поднимать пенсию военнослужащим пенсионерам. Все нормативные документы есть, вот это была бюрократическая зацепка. Поняли, что идет скандал. Мы пошли в суд, мы же обратили суд в нашу фракцию, мы зарегистрировали постановление о том, чтобы приняли увеличение. И мы зарегистрировали депутатские запросы о привлечении к ответственности тех, кто нарушил документы правительства. И когда поняло правительство, что начинается скандал, а последний раз индексация пенсии проходила военным пенсионерам в 2012 году, то пошли нам по пятую, скажем так, выделили имеющийся профицит пенсионного фонда 7 миллиардов, решили распределить. Это несправедливо, потому что все должно быть по закону. Есть постановление Кабинета министров, есть нормативы, по которым должны перечитать пенсию. Естественно, это будет больше, чем полторы тысячи, потому что последний раз им индексировали в 2012 году. Но лихая беда начала, это начало, мы дальше будем добиваться вместе с ними правды, потому что правда на их стороне. А вот какой правды, давайте поговорим подробнее. Некоторые эксперты говорят, с учетом того, как долго пенсионеры боролись, и не только в судах, да, военные пенсионеры боролись за свои пенсии. Они были готовы выйти на акции протеста. Сейчас звучат мнения о том, что будут новые судебные иски о перерасчете пенсии за вот эти вот годы с 2012, да? Вы говорите, что не индексировались эти пенсии. Это возможно? Нет, по закону, как только поднимается зарплата действующим военнослужащим, а это произошло в 2016 году, вот с этого времени должен произойти перерасчет. Как только происходит, точно так же и пенсии пенсионерам правоохранительных органов. Как только действующим полицейским поднимается зарплата, в пятидневный срок должно быть пересчитано пенсия правоохранительным органам, работникам. Но этого тоже не сделали, там просто тупо не послали справки и исключили их из этого процесса. И там суммарно это 700 тысяч человек. Ну, логично предположить, что, наверное, и акции протеста еще будут, и судебные иски в том числе. Нет, дальше мы должны добиваться правды, что дайте расчеты, покажите, почему, какие должны быть пенсии, и выплатить то, что положено по закону. Это люди требуют свое. Никакой закон дополнительный не нужен, о чем говорит министр социальной политики. И так есть все законы, которые позволяют увеличить пенсию при увеличении зарплаты действующим военным. Понятно. Давайте поговорим о других социальных расходах. Вот смотрите, уже не первую неделю обсуждается тема государственной программы компенсации стоимости лекарств. Вернее, обсуждается провал этой системы, этой программы, почему она не работает. У меня такой вопрос. Почему это обсуждается вопрос в разных плоскостях, в СМИ в основном, но только не в парламенте? Мы в парламенте зарегистрировали постановление об отстранении от должности, причем даже без заслушивания, действующей исполняющей обязанности министра охраны здоровья, госпожи Супрун. Потому что то, что она натворила со страной в медицине, иначе к медицинским геноцидам не назовешь. Мало кто знает, но у нас, по оценкам специалистов, более 70% лекарств заходят в страну поддельной. И вот то, о чем вы говорите, и рембурсация провалена, и вакцин нет, которые раньше были, само собой, разумеющимися. И санстанцию убрали, теперь идут массовые отравления в кафе людей. И вот таких случаев по стране масса. И люди просто задают вопрос. 60% комплектация врачей. 66 тысяч врачей уехало в прошлом году из страны за рубеж. Вот что вместе, это создает картину такого медицинского геноцида. И поэтому мы считаем, что этот руководитель не имеет права работать. Он должен, более того, она еще оказалась не гражданин даже Украины. У нее другое гражданство, и поэтому мы зарегистрировали постановление об ее отстранении от занимаемой должности. А до этого отчет не нужно было бы послушать в Верховной Раде? Ну, на самом деле, мы знаем, что она скажет. Она же на части правительства выступала. Она будет говорить о каких-то своих победах. Как, собственно говоря, все члены правительства, они говорят о своих победах, хвалят один другого. А выйдя на улицу, послушая людей, что они говорят, так высказывание губернатора Закарпатской области, которое вызвало, в общем-то, резонанс в сети, оно еще будет мягким по отношению к тому, что говорят люди о правительстве и о членах. Понятно. Давайте еще один кадровый вопрос. В коалиции уже анонсировали голосование по назначению нового главы Нацбанка. Как вы думаете, когда можно ждать этой замены Гонтаревой на Смолея? Анонсировано это стоит порядка дня на четверг. Я думаю, что они договорились и голоса какие-то нашли. Но мы голосовать за это не будем. Наша позиция понятна. Мы считаем, что кто-то должен, во-первых, отвечать за падение национальной валюты в три раза, что произошло, и объединение людей. А второе, мы как оппозиция не можем гарантировать, что этот новый руководитель удержит национальную валюту, а у нас нет рычагов на него влиять. Поэтому мы голосовать за него не будем. На следующей пленарной неделе рассмотрение каких еще вопросов можно ждать от Верховной Рады? Наша будет позиция, что мы будем требовать отчета правительства, предоставления программы выхода из экономической кризи. Ситуация архи сложная по стране, это все понимают. И правительство просто пытается псевдореформами заткнуть рот и уйти от ответственности. Второе, мы будем требовать принятия закона о переселенцах. Их четыре. И которые и материально, и морально поддерживают этих людей, которых полтора миллиона в стране, и которые начинают свою жизнь с нуля. Поэтому у нас социальная направленность, у нас будет направленность на то, чтобы принимать решения, парламент принимал решения, которые действительно волнуют людей. Ну что ж, посмотрим, что из этого удастся претворить жизнь. Спасибо. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, отвечал на мои вопросы. Спасибо.